Всем привет! Рада всех приветствовать! Яркие, лучистые, счастливые, улыбающиеся люди! Добро пожаловать на открытый клуб Суперджамп! Включайте камеры, у нас принято быть с включенными камерами. У нас сегодня очень интересная гость, и у меня уже мурашки от того, что мы сегодня услышим, какую интересную историю мы сегодня услышим. Но сначала буквально пару минут я расскажу о том, куда вы попали, что здесь происходит. Кстати, если вы звали сюда гостей, или если вы чувствуете, что кому-то из ваших знакомых сюда нужно, срочно зовите их, кидайте им ссылку в личку, зовите сюда всех своих знакомых, всех своих друзей. Буквально пару минут, и наши гости уже начнут свое выступление, поэтому зовите срочно сюда всех. Добро пожаловать на открытый клуб! Напишите, пожалуйста, из каких вы городов. Пишите, откуда вы сегодня подключились. У нас же включен час. Пишите, откуда вы к нам сегодня присоединяетесь. Вот я, например, из Анталии. Мой муж Артем Яровой, я его сегодня еще представлю, тоже из Анталии. Наши гости из Москвы. И это так ценно и круто, что можно, знаете, подключиться онлайн, хоть из Владивостока, хоть из Нью-Йорка, и быть частью большого комьюнити, большого сообщества. Вот я вижу, полетели города. Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Челябинск, Сургут, Якутск, Киев, Нягань, Салават, Оренбург, Челябинск. Очень много разных городов из России. Не только добро пожаловать. Вот кто-то из Анталии тоже, как и я. Добро пожаловать, добро пожаловать, друзья. У нас обширная география. Я очень рада вас всех здесь сегодня видеть. Меня зовут Ольга Яровая. И мы вместе с мужем Артемом Яровым и тысячами интеллект-тренеров со всего мира мы, по сути, создаем сообщества думающих, осознанных, знаете, стремящихся к личностному росту и созиданию людей. И наше сообщество называется Суперджамп. Кстати, нас уже буквально только две минуты от начала, нас уже почти 300 человек, поэтому я попрошу администраторов втянуть ссылку на YouTube-трансляцию сюда, в чат, Zoom и также в чаты, чтобы вы могли, если кому-то улыбни в YouTube или если кто-то не влезет в комнату, чтобы они могли присоединиться к нам в YouTube. И я сейчас расскажу вам очень короткую историю, чтобы было понятно, куда вы попали. Меня зовут Ольга Яровая еще раз, и мы вместе с мужем Артемом Яровым, вы сегодня еще увидите, и с тысячами интеллект-тренеров по всему миру мы делаем очень-очень, мы создаем крутое комьюнити. Но буквально четыре года назад мы с мужем, знаете, сидели на кухне в канун Нового года 31 декабря вечером, и у нас было 53 тысячи долларов долгов. И, знаете, денег не было, не то что на подарки у нас не было, денег на салаты. Я думаю, есть кто-то, кому знакомо вот это ощущение, когда настолько все тяжело и плохо, что ты просто не понимаешь, ты просидишь и не понимаешь, что тебе делать дальше. Это очень тяжелая ситуация, кто бывал похожий. И вот на тот момент у нас... Спасибо вам большое за ваше открытость, за то, что вы тоже делитесь и поднимаете руки. И на тот момент у нас уже был бизнес-опыт, у нас уже был опыт в корпорациях, и, знаете, мы понимали, что дело не в деньгах. Кто понимает, что когда у тебя проблемы с деньгами, дело не в деньгах? Мы понимали, что, чтобы выйти из сложной ситуации... О, ко мне даже кот пришел. Мы понимали, что, чтобы выйти из сложной ситуации, нам нужно мышление поменять. Мышление, которое завело нас в те долги и в ту ситуацию. А чтобы поменять мышление, нужно поменять окружение. Знаете, я сейчас говорю, а меня аж немножко даже потрясывает, потому что то, где мы были тогда и где сейчас, это, конечно, небо и земля. И мы тогда сами стали искать, а потом и создавать окружение. И сегодня мы в Суперджамп, уже далеко не только мы с мужем, но ведь вот те люди, которые пригласили вас сюда сегодня, мы создаем сообщество людей, которые горят желанием преуспеть. Но речь, знаете, не про то, чтобы купить как можно больше брендовых шмоток или заработать как можно больше денег. Хотя в итоге мы стали миллионерами меньше, чем за три года. Мы раздали все долги, и в нашем сообществе есть миллионеры, кто вышел на эти доходы именно благодаря нашему комьюнити. Но дело не в деньгах. Мы собираем вокруг себя людей, которые заинтересованы в личностном росте, в развитии, в том, чтобы сейчас вдумайтесь, почувствуйте, в том, чтобы максимально реализовать свой потенциал и помочь другим людям через свой потенциал, через реализацию своего потенциала. И сейчас у нас в Супержамп несколько десятков тысяч человек. Несколько десятков тысяч человек. И, знаете, в такой доброжелательной, экологичной, поддерживающей атмосфере мы прокачиваем эмоциональный интеллект. Кто знает, что такое эмоциональный интеллект? Мы учимся управлять своими эмоциями, чувствами, состоянием, мотивациями для того, чтобы создать себе счастливую, наполненную, яркую жизнь. И это очень важно. И на такое состояние, и на такое состояние деньги приходят, и успех, и реализация, и карьера, и отношения, и самочувствие, и все складывается, когда ты в таком состоянии. Ну и поскольку все онлайн, к нам можно подключиться из любой страны, нет никаких ограничений, и это очень круто. И это очень круто. Вы видели сами, из каких уголков Земли к нам сегодня присоединились люди, и нет ограничений. Ты можешь быть в этом сообществе, ты можешь быть в этом комьюнити онлайн. Это развитие и рост реально, знаете, без границ. Если я сейчас говорю, у меня мурашек. И надеюсь, это передается. Если передается, поставьте какой-нибудь лайк. И переходим уже к сегодняшнему мероприятию. Где-то раз в полтора месяца, где-то раз в месяц, в два мы проводим вот такой открытый клуб. Это вот это мероприятие, куда вы сегодня попали. Мы приглашаем топовых спикеров, знаете, таких ярких, известных людей, которые так или иначе стоят в нашем сообществе. И они делятся своими историями и практическим опытом. То есть сразу после этого мероприятия вы получите, знаете, такие инсайты, вы получите такие какие-то мысли, идеи, состояния, что вы сразу сможете это применить, внедрить в свою жизнь. И у вас вот таким вот образом через такое мероприятие появляется возможность соприкоснуться с нашей атмосферой, с той средой, которую мы создаем в нашем сообществе. И вы сейчас соприкоснетесь, дайте сверхушку айсберга с тем, что у нас происходит внутри. Кому отзывается то, что я говорю, кто хочет быть частью такого сообщества, дайте какие-нибудь огоньки, лайки в чате. А я сейчас передаю слово для того, чтобы представить нашу гостью и для того, чтобы модерировать сегодняшнее мероприятие. Модерировать сегодняшнюю встречу будет мой муж, крутой бизнесмен, предприниматель, успешный, опытный Артем Яровой. Артем, передаю тебе микрофон, тебе слово. Прием, я здесь на связи, друзья, всех приветствую. Как рад вас видеть, лучистые, лучистые, солнечные, яркие. И, конечно, сейчас будет очень интересно и яркое у нас мероприятие. И я с огромной радостью, честью и уважением хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. И кто как не первая балерина большого балета, большого театра, и я бы сказал мирового балета, так как вы знаете, что наш отечественный балет в топе, в мировом. Поэтому можно смело называть, что топ номер один балерина мира. И кто как не она знает, как управлять эмоциональным своим состоянием, когда что-то хочется, когда что-то не хочется. Поэтому давайте, я назову только часть, часть регалий этой прекрасной девушки. Звезда мирового балета, друзья, под ваши бурные аплодисменты. Первая солистка Большого театра. Лауреат международных конкурсов. Гран-при телеканала «Культура». В конкурсе «Большой балет» и вместе со своим супругом Артемом Овчаренко признаны лучшей парой проекта за всю историю, друзья. Это очень серьезно. И Анна представляла российский балет на лучших сценах мира. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, в Токио, в Лос-Анджелесе, в Милане, в Мадриде, Берлине, Пекине и других крупнейших странах и городах мира. Большая обладает авторской методикой растяжки и укрепления мышечного корсета, осанки и всего тела. И это естественно. Танцует ведущие роли в балетах. Всеми любимых балетах. Щелкунчик. Кто был? Я был. Онегин. Мы еще были незнакомы тогда с Анной. Онегин «Пламя Парижа», «Дон Кихот», «Спящая красавица». И там десятки, если не сотни, мне кажется, произведений. Работал с такими всемирно известными хореографами, как Макгрегор, Фарсайт, Ноймайер, Кренко, Майо, Григорович, Лавровский, Ратманский и многие-многие другие известнейшие ведущие люди в этой области. Замужем, любящая супруга и любящая любимая мама двух прекрасных детей. Друзья, под ваши громогласные аплодисменты, панфары, цветы, лайки, сердечки встречайте. Анна Тихомирова! Анна, включай микрофон, Королева. Все. Всем привет! Меня хорошо слышно? Отлично слышно и видно. Жги. Артем, как я рада вас видеть, ребята! Какие вы классные! Вы просто... Я только как раз вернулась вчера ночью со съемок на Мосфильме, тоже телепроект на культуре, и, конечно, только вы могли меня разбудить и заставить вообще сегодня, потому что у меня сегодня такой полувыходной день должен был быть, но ради вас я сегодня здесь. Вот. Я очень рада всех видеть. Спасибо, что подключаетесь. Спасибо, что из разных городов. Я вижу и Астрахани. Разные вообще. Спасибо. Очень рада всех видеть. Ну что, на самом деле, мне хочется сказать, что я, конечно, вот я смотрю на вас, я понимаю, что я не спикер, не бизнесмен, да, то есть я балерина в первую очередь, и всю свою жизнь я говорю языком жестов, да, языком танца с людьми. Но я могу сказать, что после того, как я познакомилась с Артемом и с Суперджамп, я поняла, что мне очень хочется доносить людям и свой внутренний мир тоже. Мне хочется рассказать вам просто свою историю, особенно когда после открытого клуба с Костей Дю, меня так это вдохновило. Мне просто захотелось поделиться с вами своей историей, своей историей жизни. Я надеюсь, что это будет вам интересно сегодня. Вот. Но будет здорово, если вы будете задавать вопросы, а я буду на них отвечать, потому что я еще раз говорю, что я не профессиональный спикер, но мне очень хочется... Я помню, Анна, когда ты сказала, что балерины – это самая неговорящая профессия. Да, так и есть. Но Суперджамп, я в этом немножечко... Слушай, это очень интересно. Это еще потом расскажешь обязательно. Сейчас очень хотелось бы с тобой чуть ближе познакомиться, потому что не все... Давай. Я знаю, что не все следят за балетом, допустим, или оперой, или спортом. Вот у нас Костя Дзю... 3% людей, Артем, 3% людей. Это статистика. Я в этом и статистик. К сожалению. Костя Дзю у нас приходил, и даже Костя Дзю тоже столкнулся с тем, что не все следят за боксом. Вот. Так что это нормально. И поэтому давай чуть познакомимся. Расскажи, пожалуйста, коротко свою историю. Знаешь, самое интересное, как вообще ты стала балериной? Ты же обычная девочка. По-любому родилась обычная девочка. Я не верю, что ты родилась в пачке пуантов. Вот не верю. Ну, если честно, так, я родилась в пачке пуантов. Ты не угадал. Я хочу сказать, что у меня замечательная, конечно, семья. Папа у меня тоже педагог и танцовщик замечательный, классического балета. Педагог уже больше, чем с 40-летним стажем. И, конечно, благодаря ему, наверное, я имею то, что имею. И у меня мамочка, у меня певица, исполнительница русских народных песен. И в 6 лет меня заставили выбирать. То есть я мечтала быть и певицей, и танцовщицей. Но мне сказали, что все, давай выбирай уже, хватит. Уже взрослая. И, конечно, когда я вышла на сцену первый раз в 6 лет на Кремлевского дворца съездов, это болит щелкунчик. У меня там была такая прям практически главная роль. то я просто заболела сценой и поняла, что без нее я теперь не могу. И еще у меня есть сестренка Машенька, тоже старшая, за которой я, конечно, в детстве все повторяла. Она ставила на меня какие-то уже балеты. У нас такая действительно классическая творческая семья. Поэтому, наверное, у меня и не было какого-то другого пути. Хотя сейчас я понимаю, что нужно позволять себе все. Я сейчас снова начала в свои 35 лет заниматься вокалом. Я хочу все-таки свою мечту исполнить. Потому что мне кажется, что наш внутренний ребенок, который в нас сидит, нужно вспоминать свои какие-то мечты, желания и обязательно их реализовывать. Поэтому, на самом деле, я говорю, что я действительно родилась, мне кажется, уже в пачке. То есть все это было в детстве. Но я хочу сказать, что путь был не таким простым, как мне казалось. Сначала в 5 лет из меня хотели делать, так как у меня бабушка, она очень такой известный человек в Астрахани. У нее была своя школа по художественной гимнастике. Она вообще зародила этот вид спорт в этом городе. И из меня, конечно, хотели делать олимпийскую чемпионку. Уже вот привели, давайте сейчас будем тебя тянуть. Но у меня был тогда, видимо, уже в 5 лет железный характер. На что я сказала, типа, не надо меня трогать вообще. Не трогайте меня. Потому что я видела, насколько все-таки жесткая дисциплина, как девчонки периодически плачут на тренировках. Мне хотелось ворваться в зал, защитить их. Сказать, что, пожалуйста, не надо на них кричать. Это детское такое втепление у меня было. И, конечно, я сказала, что нет, в художественную гимнастику я точно не пойду. Но кто же знал, что в балете то же самое. Поэтому уже когда в 10 лет я поступила в Московскую государственную академию хореографии, безусловно, нас просто поставили к станку. И мы начали делать вот эти бесконечные тандю, бесконечные плие. И там я проучилась в 8 прекраснейших лет. И, наверное, это то, что закалило мой характер, вообще сделало меня. Поэтому я очень благодарна родителям, что они смогли в какой-то момент, когда мне хотелось все бросить, просто уйти, потому что это действительно колоссальные нагрузки. Это каждый день, там, ты встаешь в 6-7 утра, ты едешь, ну, я ехала всегда час на метро, час обратно, час туда. И идут целый день и классические занятия, и общеобразовательные. То есть, в принципе, как такового детства, наверное, не было. Но оно было очень интересно. То есть мы уже со второго класса учились и выходили на сцену Большого театра. Я уже танцевала в балетах со взрослыми великими артистами. И, конечно, это все очень заряжало, вдохновляло. И сейчас я понимаю, что я ни о чем не жалею абсолютно. Мне хочется даже в какой-то степени иногда вернуть это время, потому что это действительно было такое время преодоления себя, закаливания своего характера. И один из, наверное, самых тоже сложных этапов, это были выпускные экзамены, потому что там наложился и московский конкурс артистов балета. То есть нужно было там готовить шесть вариаций, современные номера. То есть я вообще ночами репетировала. Даже родители пошли на то, чтобы я жила в интернате последний год, чтобы просто я хотя бы просыпалась и дорогу времени тратила. Это действительно было очень сложно, но я это прошла, я это сделала. И сейчас я понимаю, что вообще человеческие возможности, они безразмерны. Можно... Ну, самое главное, конечно, верить в себя, верить, чтобы родители в тебя верили. Это очень важно. То есть сейчас, будучи уже мамой двоих детей, я понимаю, что мне хочется дать им именно ту веру, что у них все получится, что какие бы трудности у них не были, они все равно это выдержат. И главное, конечно, верить, наверное, в свою мечту. А я тот человек, который занимается любимым делом. И для меня вот это самое важное. Когда ты занимаешься любимым делом, все, у тебя никогда не будет, как говорят, до работы. То есть это уже, наверное, какая-то вторая часть меня. Я понимаю, что... И самое, наверное, сложное было, когда я, вот я помню, ушла в секрет, да, первый раз, понять, что а вдруг я не вернусь. Это был такой страх, ну, потому что ты отдала, ну, большую часть своей жизни. Там я уже танцую, наверное, 25 лет на сцене, да, если так посчитать. И мне было страшно, что я не вернусь. Но когда я родила, я вернулась уже через месяц. Поэтому я уже была на сцене, уже танцевала «Умирающего лебедя». Как раз тоже на канале «Культура» это было. Мне просто звонили буквально за день до родов, я помню. И я говорю, ну, Аня, не хотите ли вы станцевать? Вот у нас есть галоконцерт как раз, мы снимаем. Я говорю, да, конечно, хочу. Хотя я тогда еще понимала, что я только-только вот. Но в итоге это дало огромную мотивацию после того, как родился прекрасный малыш. Я все равно, я очень быстро пришла в форму. Конечно, огромная благодарность родителям, которые помогали, которые сидели в этот момент с моими детьми. И я думаю, что для женщины очень важна все-таки реализация. Я это всегда говорила и буду говорить, потому что, ну, по крайней мере, я, как только я сижу дома очень долго, у меня сразу падает энергия. И мне очень хочется все-таки реализовываться в своей профессии и давать людям. Потому что я знаю, что через искусство, через танец я могу больше сказать, больше дать людям, чтобы они почувствовали ту энергетику, тот заряд. Мне очень много просто пишут людей со всего мира. Некоторые даже поклонники приезжают из Японии. То есть есть такие люди фантастические. Я просто... Ну, для меня как бы идолопокойничество, я не очень это понимаю, но я очень уважаю это, потому что вот человек приезжает просто на мой спектакль, он берет там рейс, да, он приезжает из Японии, сидит в первом ряду, смотрит спектакль, вдохновляется и уезжает обратно. Ну, для меня это только огромное уважение к таким людям. Я понимаю, что, наверное, что-то есть в нашем искусстве, в нашем танце, что может так сильно вдохновлять. Очень мощно. Очень мощно, конечно. Мурашки с аппересином. Особенно кто занимался чем-либо, где нужно рутинно, монотонно. Да, рутинно. Я не занимался балетами, а танцами два года занимался. Тоже плие, батманы, всевозможные тандю, это все помню тоже, но, конечно, не в таком количестве. Я не выбрал это направление, и отсюда вопрос. Можешь ли ты вспомнить, в какой момент было принято решение, ну, ты занималась, окей, но в какой момент было принято решение, что это именно тот путь, который на всю жизнь, или прямо вот в который полностью с головой? Вот в какой момент это решение было принято, и что сработало? Благодаря чему? Как это? Это было осознанно, неосознанно? Как это вообще? Потому что многие люди... Измирайся, секунду. Многие люди просто всю жизнь выбирают, что-то пробуют, раз что-то получают, потом перестало получаться, раз она нравилась, и так вот всю жизнь что-то меняет, меняет, меняет. Все нормально. Но вот у тебя раса вот так и с детства. Как так? Я уверена, что это было неосознанно. Мне кажется, осознанность пришла ко мне год назад. Это правда. Артем, я сегодня буду честна с вами, я не хочу как бы кривить душой, да? Я вообще считаю, что сейчас самый вообще какой-то классный период в моей жизни, какой-то, я не знаю, влюбленности в жизнь, влюбленности в себя, ну, по-хорошему, влюбленности в людей. Я сейчас поняла, что вот та осознанность, почему я хочу сказать, что толчком к этому был курс в Убирджам, да? Потому что я по-другому начала вообще, я все по-другому увидела. То есть если раньше я это делала интуитивно, так как я женщина, у меня очень хорошо развита интуиция. И очень всем советую девушкам прислушиваться к ней. Я думаю, что я все это делаю абсолютно интуитивно, по-женски, да? То есть я шла туда, куда вело мое сердце. И это очень важно. Но сейчас я еще начала это осознавать, что, оказывается, можно этим управлять. То есть не обязательно просто вот там ходить, да? Слушайте, но еще все-таки со своими эмоциями дружить. Потому что раньше у меня были, конечно, моменты и падений каких-то, потому что был момент, и не один раз, когда у меня случилась, ну, во-первых, травма была колена, но это не самое важное. Самое важное было, когда я поняла, что я боюсь, я боюсь выходить на сцену. Я, если честно, никогда об этом еще не рассказывала, Артем, и даже не знаю, нужно ли, но мне хочется сегодня этим с вами поделиться, потому что в какой-то момент мое тело сказало мне просто, ну, вот стоп, остановись. Ты настолько уже себя загнала, настолько я была только в балете, то есть весь мой фокус внимания был только на балете. Я вообще ничего не видела, да? Да, у меня уже была семья, видимо, его прекрасного мужа Артема, но у нас еще не было детей, и мы были уже 8 лет в отношениях, да? То есть, но у меня все равно был только балет, балет, я желаете. И вот в тот момент произошло, знаете, как чайник, вот он кипит, 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 и в какой-то момент он выкипает, то есть все, крышка отлетает, и вот я поняла, что я больше не хочу танцевать. Это было так страшно. Это, ну, наверное, то самое, какое-то выгорание было, но я не знала, что делать. То есть, ладно, поняла, но у меня случилось то, что у меня начались головокружения, такие очень непонятные спазмы сосудов, я не знала, как с этим бороться. А мне нужно было выходить на сцену каждый день. И каждый раз, то есть, один раз это произошло в зале, потом это стало происходить на сцене. И мне было так страшно, потому что я не понимала, что происходит. До этого я танцевала в удовольствие, все было хорошо. И вот этот момент, то есть у меня начались какие-то панические атаки. Просто каждый шаг на сцену для меня был каким-то страшным испытанием. Я, безусловно, там обращалась и уже потом психологом, да, мне хотелось проработать этот момент, что со мной происходит. И, но я помню, что все равно каждый раз после неудач, я все равно вставала и на следующий день все равно шла к балетному станку, все равно работала и выходила на сцену. Да, это было безумно страшно. Вот просто я тебе не могу передать, какие эмоции я испытывала, потому что я не знала, что сейчас произойдет, как бы упаду я там, убегу, да, что будет. Но почему-то, может быть, потому что я так сильно все-таки люблю танцевать, я все равно это делала. И вот в какой-то момент я просто поняла, что нужно остановиться. и когда я себе позволила, вот на месяц, то есть я всю жизнь работала без выходных, без, у нас единственный выходной, понедельник, и то мы всегда, у нас какие-то съемки, всегда что-то там, журналы, мероприятия, проекты. И вот я себе позволила тогда остановиться. Буквально на, по-моему, это было полмесяца. Мне даже директор Большого театра, он просто сказал, что, Ань, давай вот просто, ну хотя бы, ну просто остановись, вот подумай вообще, что ты дальше хочешь делать. Я забеременела. Я забеременела первый раз с Ариашей. И это, наверное, просто вообще перевернуло мое сознание. Вообще просто все в жизни. Я думаю, что каждая женщина у меня поймет, что все-таки самое главное предназначение для женщины это быть мамой. И когда я ощутила радость материнства, меня отпустило. Я, наоборот, поняла, что я хочу снова заниматься своим любимым делом. Я хочу, чтобы моя дочь ко мной гордилась, чтобы она видела меня на сцене, что очень важно. и как-то оно само с собой начало все складываться. Потом появился буквально через несколько лет Данечка еще. Кстати, не было запланировано, но я понимаю, что без него вообще наш мир бы был абсолютно другим. И вот это, мне кажется, момент послушать себя. И иногда нужно просто отпустить ситуацию и не бороться с ней. Потому что постоянно у меня была такая борьба, борьба с собой. Мне хотелось что-то доказать, станцевать большее количество партий. И сейчас я понимаю, что, конечно, это был какой-то... Причем это было все такое на альтруизме. То есть я не заработала каких-то фантастических денег. Я вообще, если честно, человек не про деньги. И я про эмоции больше. И про то... То есть они как-то сами приходят, честно, вот на состояние. Я потом, когда начала читать какие-то книги про это, я понимаю, что я это все делала интуитивно. Я просто... Я не теоретик, а практик. То есть многие люди очень... Они читают все, пытаются это. А мне... Я всегда все пробую на себе. Мне хоть... То есть я понимаю, что так оно и работает. То есть когда... Короче, мне просто нравится жить. Мне нравится вот это состояние, когда на твое состояние притягиваются все возможности. И это правда работает. То есть когда внутри есть вот это состояние... Сейчас это модное название какого-то потока, да? Мне оно не сильно нравится. Но я понимаю, что это такое. Это когда ты безумно наслаждаешься просто жизнью, наслаждаешься общением с людьми, наслаждаешься своей профессией, наслаждаешься своей семьей. И ты... Вот знаете, как бабочки в животе, вот в груди, когда тебе прям... Вот так вот. Я когда кормила грудью вот три года, три года, я ощущала эти фантастические ощущения. И сейчас они абсолютно такие же именно от каких-то просто эмоций, просто от общения с людьми. Вот сейчас я с тобой общаюсь, Артем, и мне действительно просто... Ну, я понимаю, в 9 утра. Для меня в 9 утра это очень сложно, поверь мне. Я не тот человек, который встает в 6 утра и вот это вот солнышко, я тебя там... Нет, я сплю до последнего. Просто... Ну, это правда. Потому что ты суперзвезда. Сегодня Даня меня разбудил просто такой, мама, давай уже у тебя, у тебя уже там что-то прямой эфир. Так, все, да. От нашей команды Дани, похоже, какой-то особый... При встрече. Потому что мы сегодня сделали вместе, всей семьей нам большой подарок, потому что семья тебя отпустила, Даня разбудил, вот, и ты сейчас с нами делишься. И вот поступают уже вопросы в чат. Вот ты сказал, да, что в потоке там в каком-то таком было состоянии, что просто шло и шло. Но я знаю точно, просто, ну, так не бывает, что вообще нету моментов, когда неохота, когда лень, когда... Не просто лень, а когда ты думаешь, ну, ничего страшного не произойдет, вот сегодня же можно. И вот в чем тут вопрос? Вот спрашивает... Вот Тамара Гержина пишет, что было главным фактором ваших величайших достижений? И я сюда же придобавлю вопрос, вот именно, что помогать двигаться вперед и не сдаваться, когда вот тяжело. Ну, что-то же было, что помогало. Постоянно. Ну, скажи, что люди сталкиваются в профессиях, в работе, в бизнесах особенно. Хочется бросить. И все. И в итоге остаются... Но я же говорю, что я тоже хотела бросить танцевать. Я хотела бросить свое любимое дело. Это было, на самом деле, еще даже полгода назад тоже у меня такое случилось зимой. я думаю, что на фоне просто какого-то... Мы же все одноцелые, как мне кажется, да, и наша энергия, мы все считываем, по крайней мере, я очень чувствительный человек, я чувствую, что происходит вообще в атмосфере. И все эти как бы события, они все равно в какой-то момент на меня очень сильно повлияли. Хотя я не смотрю новости, мне как бы... Я действительно от этого всего далека, но даже на меня это все очень сильно влияло. И этой зимой у меня прям... Ну, я не знаю, была ли это депрессия, но мне хотелось все, вообще нарожать кучу детей, бросить балет. Все, я прям так сказала, что можно. Я говорю, все, я больше ничего не хочу. Я буду там мамой десятерых детей, у меня это хорошо получается, у нас прекрасная семья. Ну, правда, потому что мне постоянно даже в Инстаграме там пишут, что вот какая у нас замечательная семья. То есть мы действительно искренне несем эти семейные ценности, как бы я это показываю, не потому что я там хочу как-то похвастаться, да, но это наша жизнь. Я искренне это показываю. Мне хочется, чтобы люди тоже заряжались этой энергией и тоже не боялись, будучи там какими-то профессионалами, бизнесменами, бизнесвуменами, чтобы они не боялись тоже создавать семьи. Потому что это не мешает, это только помогает. Вот поверьте мне, девушки, это просто дает какой-то невероятный объем энергии. То есть я, если раньше, когда у меня не было детей, я наоборот, то есть тоже могла вот это просыпаться, долго себя раскачивать, понимала, что там, ну да, вот мне нужно идти заниматься, там, станок, все эти прыжки. Но у меня появилась какая-то цель в жизни. То есть я поняла, что я думаю, что это все-таки семья. Больше всего это дает окружение твое, твои друзья, твои соратники, твои коллеги, с кем ты общаешься. Не люди, которые там жалуются, да, и постоянно что-то бу-бу-бу-бу. В театре на самом деле достаточно много таких людей, но я поняла, что я больше не хочу тратить свое время, свою энергию на людей, с которыми мне некомфортно, с которыми мне интересно. Я хочу созидать, я хочу что-то создавать. Для меня это очень важно. То есть есть какой-то момент, когда ты паразитируешь, да, вот просто лежишь дома на диване, вот это, да, это все классно, то есть там смотреть сериалы. У меня тоже были эти моменты, безусловно, когда энергия была на нуле, когда мне ничего не хотелось, когда мне просто вот хотелось отстать от меня все. И в этот момент я думаю, что в первую очередь меня все-таки спасло то, что я пошла куда-то вглубь себя. То есть мне просто захотелось чуть больше понять, чего же я на самом деле хочу дать этому миру, дать людям. И в этот момент где-то там в Инстаграме я увидела супер-жанс. Это было, ну, то есть для меня это было каким-то знаком. То есть я помню, я увидела пост, по-моему, Леры и сохранила его. И думаю, ну, надо просто почитать, что это такое. И каждый раз, когда он мне просто постоянно, постоянно разные какие-то моменты в ленте вылетали, я понимала, думаю, ладно, все, нужно все-таки посмотреть, что это такое. И сейчас я понимаю, что я вообще ни секунды не жалею, что познакомилась с вами совсем, я же четыре раза прошла, четыре. Ну, то есть все думаю, зачем, зачем, а мне просто нравилось, потому что я, ну, вот этот момент, когда мне просто было действительно очень плохо и я не понимала, куда мне дальше идти, вы меня поддержали, то есть мое состояние, вот это какое-то, когда я прям упала, вы просто дали мне вот этот момент, я по-другому начала дышать, я, во-первых, научилась что очень важно разговаривать с этого как онлайн, да, потому что для меня, я настолько чувствительный человек, мне очень важно, чтобы был человек, чтобы я чувствовала его энергетику, а так вот с телефоном мне всегда было очень сложно, и когда, я помню, первые какие-то вот встречи там вот с Анечкой там говорят, ну, давайте представьте себя, я даже не могла просто ничего выбрать, я Аня, в этот момент какого-то выхода из зоны комфорта, хотя мне кажется, что я достаточно общительный человек, но мне было сложно, и вот это тоже преодоление какое-то, оно, я считаю, что очень важно для каждого человека просто почувствовать, что да, ты можешь говорить, ты можешь общаться с людьми, ты можешь делиться своими историями и не стесняться этого, вот, такая вот проявленность, как мне кажется. Класс, класс, внутри все десять раз перевернулось уже, мне кажется. Извините, что я такая искренняя, я не могу. Мне кажется, современным людям этого не хватает, друзья, дайте какую-то обратную связь, пожалуйста, Анне, чтобы она поняла, насколько вам это нравится или не нравится. Дайте, пожалуйста, процесс, Анна, поверьте, думайте, все люди, которые на сцене, они ничего не стесняются и не волнуются, поверьте, сто процентов и стесняются и волнуются. У меня отец заслуженный артист, я за кулисами провел, за кулисами, в оркестровой яме, на рампе наверху, еще где-то, в гримерках провел все детство. Я знаю, как это выглядит и все волнуются абсолютно. Поэтому спасибо тебе огромное за эту искренность, это особо важно, особо ценно, даже мессийные люди не всегда могут эту искренность поверить, поэтому тебе величайшая благодарность. И я знаю, у нас действительно курс, люди проходят по 3, по 4, по 5 раз бывает, потому что именно на 3, 4, 5 раз особая распаковка происходят упражнения, поэтому ты, ну, видишь, опять интуиция тебе подсказала. Я, насколько знаю, первый курс проходил у Анны Гаврищук, это, конечно, отдельная благодарность Анне за то, что ты именно у нее прошла курс, и Анна у нас просто один из лучших наших интеллект-тренеров, и она, просто я помню твои отзывы, как ты говорила, что ты рада, что именно у Анны прошла первый раз курс, что это дало тебе именно понимание настоящего суперджамп, и этот суперджамп произошел уже даже в первый раз. А потом, вот я помню, когда ты у меня проходила курс, это, конечно, было тоже непередаваемо, потому что вот эти эмоции, я помню, я хочу балерина, да, ну-ка, ногу подними, и ты ногу подняла дальше, на голову, да, дальше, чем я руку могу засунуть. Или так. Да, это, конечно, удивительно, это особый экшен, спасибо тебе огромное за вот эту открытость. Вот, и, конечно, про токсичных людей, вот это отстроиться от токсичных людей, это всегда принятое решение, и я просто и по себе знаю, что если не принять решение, не осознать, да, не выделить этих людей, которые высасывают энергию, которые тянут вниз, назад, и если просто не принять решение, от них отстроиться, то они так и утянут вниз, это 100% подписывается, то есть по каждому слову. И вот здесь вот поступают дальше вопросы, вот, ну, как раз ты сказала, что бывают моменты, когда какое-то вот ощущение какой-то бессмыслицы, какой-то рутины, какой-то такой вот беспробудного какого-то дня сурка, и вот в эти моменты ты говоришь, что поняла, нашла какую-то цель и смысл жизни. Здесь вот вопрос, конечно, наверное, на две части его разделю. Первый – это про ценности, все-таки, которыми ты руководствуешься при принятии каких-то решений, ценности, мы поняли, что семья – это большая ценность, но какие-то еще же есть личностные качества, личностные принципы, которыми ты руководствуешься, которые тебе 100% помогают, тем более, если в театре, как и в любом коллективе, есть, скорее всего, всякие подковерные истории, да, когда ты номер один, часто бывают люди, которые немножечко вместо того, чтобы порадоваться и постараться и стать тоже номер один, могут позавидовать и так далее. Вот чем ты руководствуешься во всех этих и я думаю, это будет очень интересно. Я могу сказать, что вот в нашей семье, я очень благодарна за это мужу, что у нас всегда было табу, хотя он тоже премьер Большого театра, один из лучших танцовщиков, как мне кажется, в мире, и у нас всегда было табу, что мы в семье никогда не обсуждаем никого, то есть работа – это работа, а семья – это семья. И, конечно, я более эмоциональный человек, я женщина, мне тоже иногда хотелось вот первые годы жизни что-то такое обсудить, но он всегда меня останавливал, и я понимаю, что это спасло нас от… Иногда даже люди в театре говорили, что «А вы вообще дома общаетесь?» Я говорю, «Да, мы общаемся, только не на балетные темы, у нас все нормально». Мы действительно самые последние узнаем о каких-то сплетних вообще непонятных, и мы просто в этом не участвуем. Ну, честно, у нас у каждого человека есть выбор, участвовать в этом или нет. И мы не курим, мы не пьем, то есть мы в курилках не стоим, вот это все не обсуждаем. И для меня очень важно то, что… Я вот сейчас стала замечать еще больше, когда я стала такая вот прям, мне кажется, даже раздражительно счастливая для людей, как я это называю. Раздражающая, да, раздражающая. Раздражающая, раздражающая, счастливая. То есть вообще балет-то очень такое искусство, оно… Люди всегда в себе, они очень сконцентрированные, сфокусированные, и кажется, что они даже немножко, ну, такие злые, да. На самом деле не злые, просто они очень собранные. И я тоже такой была, всегда такая, я простою на классе, такая, боже, что это… А сейчас я поняла, что можно по-другому. Вот я стою, я улыбаюсь. У нас всегда много зеркал в балетном зале, да. Я каждый раз, мне хочется подойти к людям, хочется их как-то приобнять, хочется… Ну, как-то другая энергия абсолютно. Я понимаю, что так тоже можно и нужно. То есть вот этот момент, когда ты постоянно очень серьезен, да. Вот я очень многому учусь у детей твоих, потому что, ну, если на них посмотреть, ну, когда они серьезные вообще? Ну, никогда, да. То есть… И мне кажется, вот это нужно качество у них прям взять, потому что… И сейчас я стараюсь, даже если у меня какое-то там плохое настроение, что-то не получается, я все равно стараюсь быть, когда я выхожу в мир, вообще в люди, быть вот этим ребенком, да, с широко открытыми глазами, с широко открытым сердцем. Мне хочется познавать этот мир, мне хочется узнавать новых людей, хочется… Даже в своей профессии, в которых я уже очень много лет, я все равно открываю что-то новое. И вот это такая заинтересованность, как будто тебе вот там годик, и ты только вот смотришь, думаешь, там природа, все, я начала замечать абсолютно какие-то… Ну, во-первых, я начала гулять, да, я начала замечать вообще, что есть потрясающие там парки природы раньше, чтобы я куда-то там вышла, это невозможно вообще было. То есть я сейчас заново как будто рождаюсь, что ли, я не знаю. И мне нравится это ощущение. Мне нравится это ощущение такого вроде нестабильности, да, в какой-то… Потому что люди всегда очень боятся этой нестабильности, да, все хотят, чтобы все было прям вот идеально, да, вот я спланировал, и вот у меня… А мне нравится жизнь в ее… непредсказуемости, что ты не знаешь, что будет там через минуту, через секунду. Я прям кайфую от того, что каждый раз моя жизнь, она просто иногда переворачивается с ног на голову, но все равно я нахожу в этом очень много позитивного, очень много какого-то счастья, вдохновения. Наверное, просто вот для меня важно смотреть на жизнь с позитивной точки зрения. И любое, даже самые какие-то страшные моменты можно… Выбор у нас есть. У нас есть выбор, как к этому подходить просто. Поэтому, наверное, вот одна из таких ценностей. Так, есть контакт. Спасибо огромное. Вопросы сыпятся дальше. И вот здесь я вторую часть вот этого вопроса, который я обещал на две части разделить, уже в конце задам. А сейчас еще вопрос. Говорят, что… Так, сейчас смотрю, от кого этот вопрос. Вот, говорят, говорят, говорят. Сейчас, сейчас, сейчас. Ай, не вижу сейчас, кто написал. Но вопрос я помню. Что говорят, что… Ну, мифы, что в балете якобы из-за конкуренции нет друзей. Вот. Что на это… По этому поводу можешь сказать? Людям интересно? Закулись я. Интриги, скандалы, расследования? Ну, именно, да. Вот есть ли у тебя друзья среди коллектива? Или все-таки просто деловые отношения хорошие, но именно прям дружбы не сложилось? Нет, они есть на самом деле. И, ну, вот в моей судьбе, да, у меня никогда не было того, что говорят, что там феналгон где-то намазали или стекла в пуанты подсыпали, да. Ну, это, я имею в виду, что это все для меня это какие-то мифы, придумки, которые показывают в кино. И у меня, наоборот, я не могу сказать, что прямо они друзья-друзья, но люди, которые мы друг друга поддерживаем. Потому что конкуренция, это же прекрасно. Если бы не было в театре конкуренции, мы бы никто вообще не росли. Ну, то есть мы бы оставались на том же уровне, да, вот как танцуем. А здесь, когда ты каждый раз, вот видишь, приходит молодежь, да, то есть они там танцуют, они что-то делают по-другому. Ты смотришь, ты вдохновляешься, я сейчас вот буквально там две недели назад тоже ездила на гастроли. И, ну, вот у меня партнер, он там, ему 22 года. И я понимаю, что он в свои 22 года намного даже осознанней, чем я в свои 35. То есть сейчас молодежь, она потрясающая, правда. То есть они настолько уже знают, чего они хотят. Они, вот он, кстати, рассказала потрясающий момент. Я могу, я не знаю, поделиться, если это интересно. Я сейчас за две недели похудела на 5 килограмм. Это интересно? Как? Вдруг девчонкам будет интересно? И самое интересное, что было ли куда худеть? Да, то есть было ли куда? Но для меня... Да. Ну, я просто до этого ела вот это нутелла ночами, все как бы, когда меня интервью спрашивали, что вы, ну, типа, вы же там только грейпфрукт кушаете? Я говорю, ну, конечно, да. Я прихожу под спектакль и начинаю просто есть. То есть у меня муж очень прекрасно готовит. И все. То есть у меня никогда не было никакой диеты. Но была очень сильная физическая нагрузка, поэтому я как бы не поправлялась. Но сейчас я могу сказать, что вот когда я наладила работу своего ЖКТ, да, а именно как? То есть я теперь пытаюсь три раза в день без перекусов. Это важно, потому что, ну, чтобы вот не было вот этих толчков. И у меня эмоционалка очень сильно выровнялась. То есть я стала такая спокойная. Дети, ну, если раньше там они кричали, я выходила из себя. То есть сейчас я просто как в дзене таком-то. А, что? Да? Ну, то есть это действительно очень помогает. И, ну, безусловно, вот эти там три принципа, что за три часа... Три-два-один в самом деле сейчас называется, что за три часа не есть, за два часа не пить и за час не смотреть в гаджеты, да, вот, до сна. И, ну, это на самом деле очень простые вещи. Мне пересталось хотеть вот этого глютена, там, булочек, сахара, молока. То есть я поняла, что на самом деле это действительно... Ну, по крайней мере, за эти две недели я вообще стала по-другому себя чувствовать. Но это мое осознанное решение. То есть если раньше мне это все говорили, я такая, нет, камон, ребят, это вообще не про меня, то сейчас мое тело это вдруг само... Ну, хотела попробовать, потому что я увидела пример, что это работает. и сейчас я уже так живу три недели, и мне очень нравится. Я не знаю, как долго это продлится, но вот прям всем советую, честно. Немножко такой курс. Конечно, совет от балерины, которая так роскошно выглядит и себя чувствует, и сияет. Конечно, это... Такой совет залетает всегда обычно хорошо. Вот, так что лайки, сердечки принимай. Вот, и еще вот вопрос. Все-таки у нас вот сообщество такое, мы пропагандируем такое вот недостигаторство тупое, да, а вот именно какое-то стремление и преодоление все равно, оно имеет место, если человек к чему-то идет. И вот ты рассказывал, я помню, как курс проходил у меня, делилось, что, ну, ты даже сказала, что по твоему мнению, что тренировки балерин, вот путь к чемпионскому титулу, так скажем, да, балерины может даже и пожестче, чем у боксера, когда мы Костя Зю вспоминали, с которым ты хорошо знакома тоже. Поделись вот этим вот. И знаешь, что интересно? Вот, ну, получается идти через боль, там, через там серьезные, всякие страшные фотографии в интернете, там, снятых пуант с мозолями. Вот. И вот именно что, вот в какой-то момент, были ли вот моменты, когда ты осознанно брала и делала преодоление, вот что помогало? Как это сложно вот. Мне кажется, что просто, ну, вот это ноги в кровь, это в принципе, ну, осталось все, ну, в балетном училище. Это тогда вот это все было, когда только твое тело настраивалось на работу, да, это слезы. Я прям помню, как я на третьем курсе сидела, у меня тоже были стерты все пальцы, а мне нужно было танцевать вариацию. Я сидела вот так за кулисами и просто сначала вот рыдала, 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 так, раз, минут пять поплачу, потом раз, одеваю пуанты, иду, сначала больно, если честно, сначала больно, потом, как-то вот, я не знаю, есть такая магия, наверное, что ты, когда ты выходишь на сцену, у тебя, ты не ощущаешь боли. Я не знаю, как это передать. Это знает каждый артист. То есть, и как только ты вот станцевал все это, ты заходишь за кулисы, и ты просто падаешь, потому что вот эта вся боль, она вся, ну, как бы, вообще снова возвращается. И вот этот момент, я не знаю, что это, характер. Иногда мне кажется, что это просто какой-то идиотизм. Я не знаю, может быть, это какая-то сильная была нелюбовь к себе, но в любом случае мне кажется, это просто нужно. Я не знаю, как это объяснить. Мне просто, я считаю, что нужно обязательно себя испытывать, испытывать на прочность. Потому что, ну, безусловно, жизнь, она интересна, она, мне хочется, чтобы она была в легкости, там, в наслаждении, да, но если мы не будем пробовать то, ну, как бы у меня есть цель, да, вот у меня была цель там станцевать какие-то партии, которые я очень любила. Наверное, это меня держало. То есть, в любом случае, каждому человеку нужно осознать и понять, что он хочет. И так как я очень сильно люблю танцевать, ну, по своей природе просто, я понимаю, что это, наверное, откуда-то свыше. Я не могу это как-то писать словами, просто так случилось, да. Я желаю просто каждому человеку найти вот это, ну, свой какой-то путь и не смотреть, что там будет тяжело, будет больно, будет просто невыносимо, там, ну, даже если что-то происходит со здоровьем, безусловно, нужно прислушиваться к своему организму. Я очень часто в жизни забывала про это и наступала каждый раз на одни и те же грабли. Но сейчас я понимаю, что с каждым годом я все больше и больше люблю свое тело, люблю себя в профессии и во многом, наверное, ну, то есть всему свое время. Я думаю, что каждый человек, он это осознает с прошествием просто какого-то времени своего жизненного опыта. У меня было так, но кто-то может это осознать в 15 лет, кто-то никогда. Ну, у Станиславского Константин Сергеевич очень много на эту тему есть, когда есть какая-то связь, он вообще говорил, человек, который потерял связь с бесконечным, умер как человек, да? И вот какая-то цель, которая тянет, наверное, наверное, да. Может быть, я вот тоже мы с тобой беседовали, когда друг друг какие-то мысли подкидывали. У меня такая мысль, может быть, это какая-то безотлагательность, то есть, если у тебя есть назначенная какая-то задача, или может быть... Задача, да. А была ли у тебя цель, была ли такая цель вообще стать прямой, вот именно прям цель как цель? Или ты просто делала это хорошо и так получила? Вот я, когда слушала Костю Дзю, я поняла, что мы, конечно, вообще, ну, мы не похожи, и это здорово, то есть, у нас абсолютно разные истории. И вот он как бы всегда хотел, да, горел, он хотел быть первым, и он это сделал. А у меня, наоборот, я всегда шла от... Мне всегда нравился не конечный результат, а то, чем я занимаюсь. То есть, мне сам процесс нравился. Я кайфовала от процесса. И вот в этом, потому что мы же все люди разные, да, у нас там и гороскопы разные, и все-все, да, и мне нравилось, что, когда я кайфую от результата, у меня всегда он был идеальным. Просто даже лучше, чем я могла себе представить. То есть, я себе планировала что-то отдал, а у меня просто, ну, думаете, я когда-нибудь планировала, что у меня будет такая вообще фантастическая семья, там, что я буду прекрасной балерин. То есть, я себе-то даже не мечтала об этом. Я просто наслаждалась процессом, и оно само приходило. То есть, вот это состояние. И как только я погружалась в какие-то вот дебри и начинала что-то людям доказывать, стараться очень сильно, вот сейчас я постараюсь, у меня там, вот я хочу, да, когда сильно очень чего-то хочешь, ну, вот никогда не получится, честно. Поэтому, ну, это как мне кажется, по моим ощущениям, то есть, всегда нужно так вот немножечко отпускать, отпускать ситуацию, и оно все равно всегда разрешится в вашу пользу, я уверена. Я в своей практике 24 года так получилось, что работаю с людьми, причем в разговорном жанре как раз, и у меня... Ты лучший в этом. Спасибо. Для меня это лучший верхний комплимент просто из всех, топ, топ комплиментов. Я заметил, что ты так жахнул комплиментом, что я аж забыл, что сказать хотел. Ты очень много в разговорном жанре. Да, я в разговорном жанре. В плане того, что вот желание, ну, у меня так это сформулировано в голове, что желание, это большое можно, главное, не вот это тужиться, я вот тут... Да, 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 сейчас я... Надорвусь, но сделаю. Да, то есть внутреннее желание, цель поставлю и вперед к ней. Вот, вот этот вопрос был от Марии Ивам, она даже как-то похожа внешне, тоже неписанная красавица такая, вот эти вопросы были про было ли целью поставить, стать примой и так далее, так что это вот, я у кого успевается, я задал вопрос, озвучиваю. Вот, и следующий вопрос, следующий вопрос, сейчас, 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 вот, уже звучало же, что я осознала какую-то свою цель и миссию, вот, можно ли, просто Костя сказал, так, вот эту цель олимпийским стал, абсолютным чемпионом, там, под версием трех ассоциаций стал, кстати, кто хочет видео с Костей Дзю посмотреть, тоже попросите, кто вас пригласил, эфир с Костей Дзю, очень классно, тоже в открытом доступе есть, можете посмотреть, вот, и он сказал, что вот третья есть цель, очень большая, мне на нее надо еще лет 7, и он видит, что мы вместе, по пути нам, вот, то, что Суперджамп поставит цель, и он нам как-то по пути, мы можем друг друга усилить, и, ну, ему лет 7 надо, и он озвучивать пока не будет, вот у него такое, вот, если у тебя можно озвучить, то, конечно, всем интересно, вот, как ты видишь вот свою, потому что люди, которые достигли многого, вот, как интересно у них там в голове эти шарики ролики устроены, можешь поделиться, вот, по поводу миссии, цели, вот, как бы, она же тоже как-то, но сейчас, когда я чуть больше пришла вот к этой осознанности, в хорошем смысле этого слова, мне хочется все-таки больше помогать людям, помогать женщинам, помогать им вдохновением, ты знаешь, когда я даю мастер-классы, это не так часто бывает, потому что времени не так много, семья, то есть работа, но я раз в месяц стараюсь собирать все-таки людей, даже оффлайн, ко мне приходит очень много женщин, которые тоже мамы, тоже прекрасные вообще там, у кого по четверо детей, у кого супер бизнесы какие-то вообще, они все невероятные бизнесвумены, но им не хватает какой-то женственности, что ли, то есть они иногда очень заигрываются в это достигаторство, начинают куда-то бежать, 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 а мне хочется, чтобы вот эту легкость, потому что балет, он действительно дает очень многое вообще людям, и когда я на мастер-классах просто элементарно их пытаюсь раскрепостить, чтобы они начинали танцевать, чтобы они парили в воздухе, чтобы они как-то расслаблялись, потому что в принципе вот эта женская энергия, она же очень много дает и мужчинам, вот я не знаю, Артем, мне кажется, ты не должна соврать, что когда женщина наполнена, когда она в состоянии вот этого вдохновения и счастья, мужчина может просто взлететь до небес, именно в своих успехах, в своих результатах, я это очень чувствую тоже на своей семье, поэтому мне просто очень хочется, чтобы, возможно, в каком-то онлайн формате, может быть, мне очень часто предлагают записать какие-то курсы, пока я не чувствую, что я готова, потому что я не хочу это делать ради зарабатывания, мне это не нужно, у меня и так как бы очень много возможностей просто своим искусством, да, очень много всяких спектаклей, концертов, я пока еще практик, да, то есть я еще исполнитель, я танцую, я в хорошей форме, и мне хочется еще продлить этот момент как можно больше. И знаешь, что меня еще очень сильно вдохновило, когда вот сейчас я зимой, мне хотелось вот это все бросить, вообще с танцами завязать, с балетом, я попала в квартиру, музей-квартиру Майей Михайловной Пресецкой, это вообще, ну, один из моих, наверное, кумиров по жизни, и там, спортсовод, она начала рассказывать, что она начала только вообще танцевать по-настоящему, все самые главные работы в ее жизни начались в 45, и она там, то есть она танцевала, Кармен на нее поставили, там в 57 лет Болеро, Болеро, то есть она сделала невозможное, то, что людям, ну, у нас вообще профессия Болеро заканчивается где-то в 40 лет, но она так любила свое дело, что она это продлила, ну, все знают, она там танцевала чуть ли не до 80 лет, и меня это так вдохновило, я стояла все 45 минут просто в мурашках, я не понимала, мне казалось, что она здесь вообще присутствует сейчас, то есть для меня это был такой поворотный момент, что, Аня, не останавливайся, и у меня, кстати, на следующий день там говорилось, что вот ее лучшие партии были Лебедь, Умирающий Лебедь, Кармен, а я на следующий день в БКЗ Октябрьский тоже делала свой огромный проект на 4000 зрителей, я тоже танцевала Лебеди и Кармен, и это все как бы просто, ну, случайно, это, ну, то есть случайно, если не случайно, но я такая стою, думаю, боже, такое вообще бывает, вот, и каждый раз, вот, когда со мной происходят такие чудеса, а я абсолютно искренне, ну, верю, что все, что происходит, любые вообще соприкосновения с людьми, с их энергиями, это все не случайно, поэтому, наверное, чуть больше надо вот слушать себя, слушать свое сердце, а не разум, потому что ум очень часто нас уводит в какие-то моменты мы хотим быть похожими на кого-то, вот это сравнение постоянно, особенно если там ты смотришь ленту в Инстаграм, ой, а у них так, и тебе кажется, что это какая-то идеальная жизнь, идеальная картинка, но мы не знаем, что за этим всем стоит, да, то есть люди тебе показывают только то, что они хотят показать, и я просто за то, чтобы все-таки людей вдохновлять и помогать им искать себя, то есть даже через, как мне кажется, даже через балет, вот, ну, женщины, я вижу, какие они окрыленные вылетают просто там после мальти-класса, им хочется жить, им хочется дальше создавать свою жизнь в этой легкости, в этом наслаждении, и я надеюсь, что у меня получится когда-нибудь создать что-то такое большое, да, чтобы, ну, масштабное, вот, и безусловно для меня, тоже, кстати, когда я проходила курс Суперджамп, там же очень много говорилось о миссии, да, вот этой экологической миссии, чтобы спасти планету, и вот в тот момент я как раз задумалась о ней, потому что до этого я просто жила и думаю, ну, как-то так, все для себя, для себя, для семьи, для окружения, для друзей, а сейчас я посмотрела чуть дальше, мне хочется все-таки уже, ну, это смешно, я не хочу изменить мир, я не пытаюсь это сделать, этого и не нужно делать, но если мы будем изменять мир, хотя бы вокруг себя, просто вот в метре, да, уже каждый человек может вырасти и что-то прекрасное дать этому миру. Огонь. Я подписываюсь под каждым словом по поводу наполненной женщины, после которой летает мужчина, залетает, и наоборот, так что тоже, ну, ты очень много сегодня дала, конечно, нашему сообществу, я уверен абсолютно многим людям, которые будут смотреть это видео в интернете, и так как у нас все-таки есть регламент, и у тебя все-таки такой полувыходной, который все-таки должен дать тебе дополнительного наполнения и отдыха, я хотел бы тебя попросить, я, ну, так как все-таки четыре раза пройти курс, это, во-первых, не происходит случайно, это один раз можно залететь случайно, не поняв, куда попал, а четыре раза, причем у разных тренеров, это, наверное, не случайно, и у тебя есть хорошее такое понимание, что мы делаем по миссии и цели, причем наша такая сверхмиссия, она тоже идет через изменение себя, через развитие себя, и трансляцию уже этого другим, поэтому мы, конечно же, тоже меняем мир, только в первую очередь через изменение себя, и дальше тиражирование этой истории, у нас есть под это вся система готовая, поэтому это хорошо и движемся, вот, но вот просьба такая, вопрос, какие бы ты хотела или могла дать напутствие нашему сообществу Суперджамп, зная уже то, что какие ценности, какие основные такие принципы, вот какое напутствие ты хотела бы дать твоим новым друзьям, думаю, негромко это будет сказано. Ну, вы действительно стали для меня уже друзьями, и мне даже иногда не хватает уже общения с вами, я уже думаю, может, на пятый курс пойти. Нет, ну, я хочу сказать, что, почему мне так понравились вот эти курсы Суперджамп, да, потому что они очень простые, я не люблю вообще в жизни каких-то таких вот, именно сложностей в плане, да, то есть, очень простые, которые мы вроде, мы все знаем эти упражнения, но не делаем, а ты, да, меня по-хорошему как бы заставил это прочувствовать на себе, особенно ты, потому что с Анюткой я, когда я еще халявила, я халявила, я всегда пыталась, мозг меня уводился, у меня есть куча дел, у меня есть семья, а Артем, вот как раз ты тот человек, который дисциплина, вот это, да, то есть не опаздывать, я прям сначала на тебя даже обижалась, так я думаю, что ты вообще-то командоваешь мной, ну, это эго, конечно, внутри там, но потом я поняла, что я тебе очень благодарна за это, что ты смог, я теперь, кстати, уже три недели вообще не опаздываю на класс, представляешь, вообще, я всю жизнь, всю жизнь всегда опаздываю, вообще на везде, ну, как бы у меня такое кредо, и тут все коллеги такие, Аня, что случилось, сейчас что, снег пойдет, что происходит, почему, а я за 10 минут прихожу и греюсь, понимаешь, и они все просто в шоке, что, что случилось вообще, как, куда нам, куда нам, какой курс записаться, что надо сделать, ну, то есть я, у меня вот эта привычка, она прям, ну, то есть нужно менять свои привычки, именно от состояния, но мне это нравится, то есть я это не специально сделала, меня никто не знает, а просто я вот понимаю, что мне теперь так хочется, и я хочу сказать, что вот эти простые упражнения, да, там обливание, но они, они все равно, там столько много смысла, как оказалось, особенно вот мне понравилось, я помню, состояние осанка короля и королевы, потому что вроде бы, да, я такая вся с прямой спиной, постоянно стою, да, там балерина, все, но когда, вы объяснили это с точки зрения состояния, да, когда я действительно себя ощущала, то есть вот, что у меня вот здесь какие-то, я тоже на мастер-классах всегда говорю, что вот у вас здесь какие-то ожерелья, да, что там на самые лучшие Иван Калифы, что вы должны почувствовать это, но когда это можно в жизни все применить и чувствовать себя действительно и чувствовать себя действительно этой королевой, для женщины это очень важно, как она выглядит, как она себя несет в этот мир, и вот эти смыслы, они, наверное, самые важные в этом курсе, и больше всего мне еще откликалось, когда мы разговаривали с, не просто делали упражнения, а когда мы делились своим опытом жизненным, и именно через это больше всего осознаний, потому что ты видишь, что у человека происходит все то же самое, и ты просто тебе, ну, хочется его тоже поддержать, вот это состояние, как бы, это, конечно, фантастическая штука, когда просто через общение ты понимаешь, что мы все, в принципе, одинаковые, неважно там кто ты, балерина, боксер, я не знаю, там супер бизнесмен, миллиардер, мы все равно люди, это самое главное, надо это не забывать, что мы все равны, я абсолютно одинаково отношусь и к прекрасному там дворнику, и к, я не знаю, там директору Большого театра, да, потому что для меня, вот я сейчас даже по состоянию начала так с людьми, ну, то есть раньше было вот этот момент зажатости, да, какой-то, а сейчас мне хочется, чтобы я относилась ко всем людям абсолютно одинаково, и они ко мне тоже относились не как к какой-то там балерине, да, то есть не было вот этого превосходства, и это, наверное, очень важно, вот я желаю каждому, чтобы люди могли и просто осознавать, что мы все одно целое, вот. Мне кажется, это лучшее завершение нашей этой мягкой, теплой такой встречи, которая прошла буквально на одном дыхании, спасибо тебе огромное, Анна, ты прекрасна, твоя семья прекрасна, друзья, вы можете все подписаться, Анна Тихомирова в инстаграме, и смело лайкать, комментировать, и благодарить в том числе за встречу, потому что открыто, чисто, и огромная большая еще жизнь впереди, еще много-много больших добрых дел, ты оставишь огромный, уже оставила, и еще оставишь еще больше след в истории, я знаю точно, что благодарные потомки будут помнить твое имя много-много-много лет, и писать еще диссертации по твоей биографии, и по твоим трудам, которые ты дальше еще сделаешь, напишешь и создашь проекты, и все, поэтому благодарим тебя, давайте, друзья, максимальными аплодисментами, сердечками, я благодарю вас всех, спасибо за ваши комментарии, я все, сейчас читаю, да, но надеюсь, что мы еще не раз увидимся, спасибо вам огромное вообще, точно, еще не раз увидимся, все, максимальные аплодисменты, Анна Тихомирова, друзья, овации, на бис, цветы в студию, полетели к звездам, друзья, я приеду в ваш город, с выступлением, ура, ждем с нетерпением, полетели, спасибо, спасибо, спасибо,